Здравствуйте, ребята. Пришла пора отшедить или отжать сусло от мезги. Ну, с мезги. С мезги сусло это вот надо. Значит, что понадобится? Понадобится вот сама мезга, вот видите, в гучке у нас. Уже она пробродила. Там, кому интересно, я шорс выложу, посмотрите. В общем, отбродила она всё. Значит, 22-го заделали, сегодня 29-я неделя. Тут бродила она 5 дней, может, там 6. Значит, что мы делаем? Я это перемешал тут всё, как говорится, шапку на дно опустил, потому что, может, там ещё... А теперь просто так вот набираю вот это вот всё, вот эту массу. И сюда ведёрочка вот так вот. И сейчас на улице у нас сегодня тепло уже. Сколько я сейчас смотрю? По-моему, градусов 20. Даже на улице теплее, чем у нас в комнате здесь. Здесь, по-моему, 18,8, ну, 19, уже сейчас открыл двери на улице. И вот так вот набираю всё это вот, гусь вот эту вот, или как и вот она, видите. Ну, так, чтобы не тяжело было нести. Вот, всё, набрал я вот это вот. И иду на улицу. Вместе с вами идём на улицу. Отжимать или... Да как же лучше отжимать? Ну, в общем, сусло будем выделять, с этой сметой будем сусло выделять. Выделять, отделять. Отделять, выделять. В общем, работа пошла. Да. Идём, идём вот сюда. Это я, это, знаете, чё? К рабочему твоему месту, да? К рабочему моему месту, кто подписанный на наш канал, тут в курсе делаешь. Ну, здесь мы всегда делаем. В этом году вот тепло, так хорошо, прям тишина сейчас на улице. Хотя и корехи собрала. Я их ополосну. Да, он какая, ну-ка, я покажу, какая чистота. Да, покажи, какая там чистота. Ой, по сравнению с тем, как мы, как мы вышли во двор и что было после ветра. Вот. А я, значит, чё я сейчас делаю? Это вот, помните кино? Я часто люблю с мультиков, с кинофильмов проводить примеры. Вот помните кино «Королева бензоколонка», как он учил эту, как надо ходить, как надо нажать, и что выписать. Хочешь сказать, как ты меня учил, что при тем не из Гутовка? Я сейчас вот это же там в комнате, где это самое, снимал, я показывал хозяйке, как надо делать, чтобы минимально всё, по инструкции. Это такая у нас инструкция, я сам думаю, буду в этом году такое коротенькое видео снимать. Мне там пишут, дед, ты там, давай, Склифосовский, короче, там, дед, ты много этого... А я всегда пишу ответ, ну, ответ на комментарий. Покажи, как надо сделать, что ты делаешь, вот так вот, ровно надо держать. Ага, и говорю, напиши, научи, как коротко снимать, как правильно говорить, а то ж и смелых нету. Понимаете, а то как, помните мультик этот самый, ну, про мальчика, как он, как он, дикий этот мальчик, волки воспитывали. Маугли. Маугли, да, помните, как вот ушакал. А мы уйдём на север, а мы уйдём на север. Так и вот это пройдёт, тявкнет вот это, как вот, знаете, не буду говорить как. И у кусты потом ничего не пишет, а гадость какую-нибудь напишет, и всё, довольно... Ну ладно, давай работать. Не в этом дело, а сегодня у нас, мы заделали, как я говорил, ну, я же повторю вот, потому что, может, не сначала кто-то заделал. Пусть перекрутит и посмотрит. Так, время пошло. Ладно, всё, значит, что мы делаем, видите, там ковшик один, вернее, кружка другая. И беру вот эту вот, вот эту вот, мезгу, мезгу вот эту, беру, и вот сюда... А, я же сказал, забыл сказать, что нам понадобится, что нам понадобится для этого. Нам понадобится вот такое чистое ведёрочко, в которое мы будем давить, вот такое вот ситечко, видите, металлическое, ковшик, чтобы набирать, и ещё одно ведёрко, в которое мы будем этот жмых отделять. Вернее, уже отдавленный жмых будем, и мы его будем в компостный ящик выбрасывать, потому что второго вина мы не будем делать, а надо будет немножко не забыть, немножко оставить на закваску для следующего вина. Ладно, всё, вот так вот беру. Вот так вот, видите, оно уже там бежит, и вот так вот беру, видите-ка, вот, оно через ситечко, вот, это получается у нас отделяемое сейчас сусло, вот так вот я вот, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, смотрите, как оно здесь густеет, ну вот это вот, видите, потому что вот это вот сюда проскакивает, отделяется оно, вот. Ты прям вообще учишь уже? Да я же уже рассказываю, рассказываю, ну, придут, какого-нибудь гадость напишет, вот ты долго. Не процедуете, чего, как. Зато вот как приятно, когда люди заходят, люди заходят и говорят, я там 2-3 года назад посмотрел ваше видео, и по вашему видео, ну, вот как вы делаете, по вашему рецепту, по вашему видео, всё, вот, я точно так вот сделал вино, и мне, и родственникам, всем знакомым, очень понравилось вино, и так теперь я делаю только так вино, как вы меня научили. Так что, ребята, пишут и хорошие комментарии, так что я... В общем, так, отжал, и дальше наливаешь, всё. Это сразу вот так размельчаем, и это вот так вот, видите, вот. Всё, значит, теперь... Всё, пошла я наливать. Теперь, значит, что мне, сейчас хозяйка принесет мне ещё вот это вот, и я буду заниматься отделением, а она пойдёт нарезать виноград для тёмного, приготовления тёмного вина, красного или какого-то там, ну, извинитеся. Так что, ребята, не переключайтесь, а что будет дальше, посмотрите. Вот так вот, ребята, продолжаем второй этап виноделья. Вино светлое делаем, светлые шарты винограда. Значит, что получилось? Это мы уже, сколько там надавили, сейчас покажем, уже унесённое туда, ну, в смысле, унесённое, не унесённое ветром, а мы уже это набирали вёдра и относили туда в бочку, обратно выливали. Почему, я сейчас потом расскажу. Ну, и вот сколько жмыха получилось, или отжимки, или жмых, или ещё как-то по-другому может называться. Это всё сейчас я разбросаю, вот у нас компостный ящик вон там, вот, и сейчас всё так равномерненько, равномерненько, вот так вот. Он там. Да, он там. Да. Я туда сейчас всё разбросаю, пускай перерабатывается, а то мы раньше как-то, я рассказывал, брали и так на огород выбрасывали, а потом весной, то что такими кучками это, кучками, кучками, это какая-то трава растёт. Вот, и оно, кажется, вот эти косточки виноградные прорастали такими, прям, кучками такими, кучками. В общем, ладно, ребята, сейчас мы что, берём вот это вот, и идём в комнату, и я покажу, что там дальше мы делаем с суслом. Не переключайтесь. Вот, ребята, сейчас посмотрим, посмотрим, сколько уж получилось всего у нас сусла. Вот, приливаю. Опа, сейчас последняя капелька, как тоже, ещё, ещё у вас, ещё чуть-чуть, ещё пару капель. Вот, смотрите, значит, я говорил, сколько там, литров 20, не получилось немножко больше. Ну, немножко больше получается, потому что, потому что, значит, у нас было с мезвой, то есть с аджинками, вот так было. Сейчас видите, сколько вот. Но это ещё, что я могу сказать об этом. Об этом я могу сказать то, что виноград, вот эти, изобыльные сорта, они очень такие, в них много мякоти и много отходов. Так что тут, если половина ещё, наверное, может быть, половина отойдёт, потому что, ну, такой вот, ну, густый виноград, сам такой. Пюре, да, пюре. Да, пюре. Есть листый виноград, и у него большой, ну, маленький выход или большой отход. В общем так, значит, что, ребята, я всегда говорю, и мы всегда говорим, учитесь на чужих ошибках, я на своих ошибках. Зная то, что белое вино, ну, кто подписан, я вот давно-давно-давно-давно-давно-давно-давно-давно на наш канал и смотрит, как мы делаем вино. Там есть видео, что несколько раз, вот это я вижу, оно просто наливало, так я в бутыли, и оно выбегало, и там мне, ну, как всегда, пишут гадости, там, ладно, не в этом дело. А дело в том, что я теперь понял, что надо, особенно, там я имею в виду сусло, вот первые, первые дни, не надо много сахара добавлять, потому что оно очень, сусло, очень активно с белого винограда, первые несколько дней бродит очень-очень активно. Поэтому я что сделаю, я добавлю буквально, ну, вот, 250-граммовый стакан, ну, может, сколько я добавлю сюда, полкило добавлю, вот, это 250-граммовый стакан, да, вот, полкило сахара добавлю, вот, посмотрю, как оно забродит, это вино, как оно, сусло, вернее, как оно хорошо забродит. Полкило, это два стакана, это добавляет. Да, два стакана, да, два стакана, вот. Ему хватит этому на, на, на пару дней работы хватит, и дело в том, что, когда оно, уже этот активный, активный процесс, или активное начало, ну, усядется, и будет потихонечку, так, равномерно уже будет плавно бродить оно, и тогда я добавлю ещё сахара. Значит, сейчас я тут вот напишу всё, что нужно, и потом, потом засниму. А сейчас вот этот сахар я высыпал, вот, ну, там многие рассказывают, вот так, вот так, мы делаем вот так, сколько уже лет, и у нас всё получается, всем нравится, тебе нравится? Нравится, вот я. Я даже рот не успела открыть, а ты... Так что мы делаем по нашему рецепту, по нашей технологии, и сейчас я сахара засыпал полкило, и это всё я сейчас размешаю, чтобы хорошо сахар там быстренько растаял, и все грибы, которые тут есть, начали активно работать и вырабатывать. Ну, тут его немножко, ну, ничего. Сейчас я это всё размешаю, и... Напишешь, а потом покажешь, да? Ну, сейчас я тут наклею, покажу. Ну, вот, надо было встрашать, ну, ладно, ничего страшного. Вот я написал, сусло 29-го, но в 9-го, 22-го года отделил, отделил. А теперь я пишу, вот, сахар, сахар или сахара, сахара, сахар. Вот, то есть, сегодняшний раз отделил, значит, я сегодня и сахар добавил. И пишу, сахар 0,5-0,5 килограмма. О, 0,5 килограмма. То есть, сегодня. А теперь, ребята, кому интересно, значит, подписывайся на канал и будете вместе с нами. Сколько, когда я буду добавлять, потому что многие пишут, шо, Кадашу, вот я там есть шорс, вот оно всё расписано. Ну, на этот год, значит, так вот. И вот теперь сюда подклеим мы. И вот сюда теперь я подклеил. О, так, пишем. И вот это мы сейчас сахар добавил. Вот, 29-го, это сахар 0,5 килограмма. Смотрим, значит, и теперь смотрим. Температура, вот, в окружающей среде. 19 градусов, вот здесь вот. Показываю, 19 градусов, это, значит, нормальная температура. Небольшая, немаленькая. Самое хорошее для брожения вина, вот, сусло. Значит, что я могу сказать по этому поводу? Первое брожение, это брожение мезги. Оно у нас закончилось. И сегодня мы поставили вино на второе брожение. Брожение сусла. Ну, а как оно будет, что оно, я буду вас держать, ребята, в курсе дела. Тот, кто подпишется, тот будет в курсе дела. Так что пошло второе брожение. А мы желаем вам всем, благодарим вас всех за внимание. И желаем вам всем удачи. Пока-пока. До свидания.